дорогие друзья приветствую вас провожу очень большой эксперимент сейчас я снимаю видео сразу на два телефона один значит смотрит сюда другой смотрит туда не знаю что получится при монтаже как все это будет но просто провожу сейчас такой вот эксперимент самого утра сегодня по моему по моему будет очень жарко и велись еще нет 7 часов вот сейчас хочу немножечко с вами покататься потому что потом 8 часов должен быть уже по одному очень такому интересного тела у меня встречи вот посмотрим что будет дальше но вот не знаю если это получится вот этот мой эксперимент но естественно будет очень интересно сейчас я нахожусь на набережной вот при монтаже посмотрим как это совместится все это и по звуку и по видео тем более я это буду монтировать не в компьютерной программе а прямо в телефонной программе посмотрим что это нам даст и насколько телефон справится с этой задачей потому что разные телефоны я теперь видео перекину с одного на другой чтобы у меня потом все это было бы уже в одном аппарате посмотрим что у нас получится вот зрители которые сейчас будут это смотреть они могут наблюдать за тем что происходит у меня в салоне смотреть на меня и на мою беседу с вами а краем глаза еще наблюдать за тем что же происходит что происходит твилицы вот проезжаю я сейчас по набережной сейчас проедем к рынку ильява на ильява далее поднимемся наверх уже как ура мишили на проспект давида гурамишвили и вот так вот небольшое такое путешествие совершил сторону овчала вот я вот такой вот маршрут вот выбрал посмотрим насколько он будет удобоварим и интересен такие огромные ямы появились почему-то странно странно вроде бы у нас заделывают сразу как что-то появляется но вот эти дожди потом все портится дороги у нас относительно хорошие потому что по сравнению с тем что было раньше это вообще сравнению и не подлежит в девяностых вот когда я уже начал работать на телевидении и двигался так сказать на транспорте до перемещался тогда уже у нас были порпунтовские первоканальские волги потом появился лентгруйзер появился юндай саната вот эти машины так сказать мы оперировали потом волги посписали но тем не менее это был кошмар вот юндай саната она низкая такая низкая посадка сама машина тяжелая ты все эти ямы естественно не запомнишь я вот пытаюсь затормозить она от своей же перед ямой да над своей же тяжести так бах ударяется об асфальта в этот картер раздирался мужская аудитория водительская и дамская водительская тоже хорошо меня поймет в общем этот сварка аргоном я всех сварщиков знал которые вот аргоном они эти картеры не подшивали потом мне вообще подарили несколько картеров пусть у тебя в машине как лежит только ты не нервничай приедешь там и твой порванный картер снимем сейчас подъемный кранчик и подъемный кранчик и корзиночка вот такая модель у меня есть тебе все это снимем новое сделаем а и ты поедешь а дальше мы это починим тебя будет читать в общем такая была история с этими картерами тяжелейшая была машина очень нехорошим конце концов там где-то в гури мы ехали на съемку в батуми гури тоже была тяжелейшая дорога с этими ямами ночь тогда дороги не освещались вообще на кошмар в общем этот картер мы пробили и на перевале между погулять и батуми все машина вот прямо на подъеме не все это вытекло естественно я даже это и не знал что там сегодня вытекает и еле 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 значит мы потом приехали в батуми там и нашли какие-то магазины вот это масло заливали там нашли какой-то профинальтик тогда не сервиса ничего не было это 90 по-моему 99 2000 год кошмар по сравнению с тем что сейчас сейчас когда что-то портится сразу заделывают сразу заделывают сразу латают дорога в аэропорт вообще идеальная а была она конечно же страшно это нечто кошмарное поэтому даже вспоминать не хочется этот ужас что касается вот а сегодня утром мне попался пост очень интересный связан с туризмом сейчас же много очень представителей арабских стран сюда приезжают на естественно то что там у него запрещено и карается смертной казни и то что там вообще даже невозможно даже подумать о том что они там чего-то хотят и чего-то захотят то здесь они видно так активировались и активизировались и они просят заранее гидов женщин вот такой вот у них ход они просят чтобы им предоставили гидов женщин потому что они якобы приезжают с женами они штамм нагоженцы да жены приезжают потом выясняется когда они уже по ходу приезжают они говорят что жены сегодня не прибыли а жены там из-за дел или там из-за проблем с детьми они задержатся а вот мы с тобой можем поразвлечься и в общем эти наши гиды девушки они естественно возмущены они в ужасе они в шоке и поэтому там мужчины гиды тоже говорят скажи где он покажи нам мы пойдем с ним разберемся ну конечно же с одной стороны тебе турист который приезжает в город естественно он хочет не только хинкали и хачапури да попробовать тем более если этот коллектив его жен да если б я был султан да то именно трех жен тем более что коллектив его жен не при нем естественно он хотел поразвать все в этом ничего такого нет но нужно же знать кому ты предлагаешь свои свои эти страсти ну соответственно вот такие казусы тоже происходят это конечно же ставит этих наших девушек гидов неловкое положение я как раз вспомнил историю наверное наши зрители местные знают актера рамаза чхиквация это актер театра что-то расставили но к сожалению его уже нет живых живых нету его супруги в живых наташи чхиквация и они 93 годы организовали у себя дома на вилле берега 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 это берега упадает заряженные гостиницу они жили не бедно я бы сказал там и рамаз хорошо зарабатывал там свой бизнес она деловая дама была наташа чхиквация и в общем короче говоря они открыли эту гостиницу тогда в тбилиси были частные гостиницы на пересчет государственной гостиницы уже не существовало государственных гостиниц потому что ну во первых уже была приватизация во вторых во всех этих крупных гостиницах уже жили беженцы из абхазии из осетии тяжелые были времена и вот стали открываться частные гостиницы но это гостиниц было тогда совсем мало между по пальцу можно было пересчитать эти частные гостиницы и одна из них была вилла берега представьте там тепло светло в темном тбилиси где ни света нет ничего у них там генератор у них там это центральное отопление внутри прекрасная сервировка там завтрак обед ужин в общем приезжали туда делегации там даже Алла Пугачева отдыхала у них не отдыхала вернее когда она приезжала вот на она приезжала был единственный концерт по моему и даже вот мы снимали ее встречу с шаварнадзе у меня на страницах есть это видео она она и Наня Бригваза пришли на такую аудиенцию с Эдуардом Аброзевичем потом я записывал с ней интервью оно есть существует в сети и в общем и вот там же Алла Пугачева и организаторы там что-то мухлевали не хотели перечислять ну в общем это отдельная история и в общем короче говоря к чему я рассказываю там был генерал НАТО то то ли НАТО то ли ООН какой-то там военный он был чиновник генерал генеральском звании пожилой из африканских стран он был своими корнями и в один прекрасный вечер он где-то на две недели на три недели он снял там квартиру снял номер ему хорошо платила его головная организация головной офис и в один прекрасный вечер он заявил что ему плохо он из номера не может выйти для того чтобы там так централизованно в этой столовой поужинать занесла ему девушка под нос и о чудо он потребовал с ней секса ха ха вот так захотелось старичку тряхнуть стариной и обещал заплатить 100 долларов в общем девушка выбежала растепанным чувством и истерика наташечка 20 выбежала на этот крик что случилось там как я звали это помню но не буду ее называть что случилось вот так так я занесла ему там его ужин и он сказал что не хочу ужин я хочу другое мероприятие ну в общем наташечка там подняла скандал она была такая баба с метлой она знала где нужно пошутить где нужно улыбнуться а где нужно так боевой такой ракетой и в общем этот генерал ту ночь уже летел к уборе вместе с чемоданом на улицу вот так они его выставили позорно ну за ним наверное потом приехала какая-то посольская машина его забрали и попросили чтобы эту историю бы там замолчали замолчивать чтобы это не афишировали потому что это ну такой вот был позор для организации да для такой организации которая претензии имеет что она ого-го хай глаз мы тем временем уже приближаемся к поселку Тевс о посещении которого долго 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 меня просили и мои уважаемые зрители сейчас мы здесь сделаем небольшую такую петлю поднимемся сейчас уже столько здесь новостроек столько здесь совершенно новых объектов сейчас как раз по правую сторону мы проехали мимо Твилисского электровозостроительного завода который уже давным-давно не функционирует его выкупили его выкупили он был продан за долги его продал банк продали банку Грузии вернее банк Грузии его взял за долги что сейчас там происходит тоже неизвестно потому что ну фактически предприятие обанкротилось это очень печально очень жаль я очень сожалею что так произошло конечно же это ужас вот это пока еще по-моему не тот подъем который нам нужен ну вот мы сейчас немножечко вот дальше вот поедем чтобы там вот посмотреть на то что же там рядом происходит вот это все уже варианты подняться на ТЭС вот многие наши зрители не раз просили чтобы я показал по СОНОК ТЭС это большой микрорайон большой массив такой который создавался именно под изначально под работников этого предприятия вообще в этом районе очень много всяких заводов предприятия ну потом уже начали начали расселять из центра перевозить переводить людей вот в этот район назывался это Ленинский район тогда да большой он был крупный Ленинский район так писали Ленинский район поселок ТЭС вот моя бабушка жила третий микрорайон третий квартал вот так вот да вот писали вот так вот а чей-то вот так ринулся а здесь видите открылась как интересно стрелка здесь есть но стрелка заслонена столбом вот так стрелку заслоняет столб очень интересно вот сейчас вот мы с вами вот так вот поднимаемся вот так вот мы когда вот ехали в гости к моей бабушке иногда меня по пятнице возили туда до понедельника оставляли чтобы там мои родители могли отдохнуть немножечко от меня и и в общем на автобусе 63 автобусе тогда вот красивые икарусы здесь вот ходили 63-й ходил вот через жилой массив а в 62-й икарус он ходил через Тбилисское море но вот оба они там пересекались и доверялись до того места того самого места сейчас здесь много чего изменилось по сравнению с моим детством естественно здесь был центр это называлось центр и здесь по правую сторону был большой универсам универмаг аптека сейчас полиция пристроена да вот это сохранилось только здесь уже другие торговые точки естественно вот здесь аптека вот этого новостройка нового корпуса не было давайте сейчас поедем по морю и и и по морю по морю дорога приказывает ехать налево что поедем сейчас налево посмотрим что будет там дальше здесь очень много новшеств очень много изменений даже я не знаю здесь сейчас я уже не часто бываю конечно же в этом районе вот были в гостях у марина сергеевна и учительницы математики потом здесь еще и дорога была какая-то перекрытая какая-то часть дороги в общем все это меняется хотя здесь также подорожали квартиры как они подорожали и во всех остальных районах погода что-то у нас портится кажется кажется сегодня будет пасмурно хотя у нас сейчас 23 градуса наверное пойдет дождь это имел в виду вот посмотрите вот впереди вот очень такой достойный хороший корпус если бы такой корпус был бы центральных военных наверное стоимость квартиры была бы намного дороже вот только включился зеленый только человек отъехал сзади уже а сзади даже автобус куда-то торопиться неизвестно куда да вот автобус заворачивает уже они вышли естественно на линию они уже на линии эти автобусы ну там впереди уже вот мы видим фрагменты района на линии 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 И, в общем, ничего не могли с этим оврагом сделать. Там все время, там дорога была раньше прямая, она все время проваливалась. Все время там какие-то были сложности с этой дорогой. Но потом они решили отказаться вообще от этого. И вот раз хэви, пускай будет хэви. Здесь какой-то сейчас запустили или запускают пешеходный мост. Я вот сейчас вот вижу какие-то опоры там. Здесь тоже какой-то садик открыли, и кафешку какую-то открывают. В общем, что-то интересное, живое здесь. Как это все будет происходить, пока не знаю. И куда этот мост ведет тоже пока не очень могу представить себе. Видно, здесь еще какие-то работы ведутся, потому что не закончено еще все. И он такая большая рекреационная зона. Главное, чтобы она функционировала бы и не превратилась бы, не заросла бы травой после открытия. Ну, честно говоря, я не знаю, там захотят ли местные жители ТЭПС спускаться. Вот это дикий какой-то совершенно овраг. Но может быть там прохладно. Но я раньше, там в основном лягушки сидели в этом овраге. Там заболоченное было место. Мы туда спускались на велосипедах в свое время. И то нечасто, потому что там были комары, там какая-то тина была. Ничего хорошего там не было. Но вот сейчас вот эгидой кафе-калазе решили сделать сад. Ну, вот он создает здесь у нас в городе такие интересные рекреационные места. Ну, посмотрим, может быть, это тоже приживется. Вот вы видите, вот этот типовой для тех, кто не бывал в Тбилиси, кто, я вижу, был проездом. И просто как турист, он обычно не попадает в эти места. Ну, вот это такой спальный квартал. От центра далековато, честно говоря. Но здесь проживает очень много людей. Вот еще один такой перекидной мостик. Мы построили бы один автомобильный мост. Этим бы они сократили бы людям. Вот так вот. Видите, и сам мост еще закрыт. Он еще не эксплуатируется. Он еще не эксплуатируется. Вот это вот родные места. Здесь вот, видите, какая гусанка. Чуть выше жила моя бабушка. Это мой дед. Это вот такие вот воспоминания сладкие о детстве. Здесь тоже у меня был свой велосипед. Вот так вот здесь у меня были свои друзья. Такие местного значения, с которыми мы общались. Когда вот я сюда вот приезжал, много-много хороших дней и хороших эмоций. Я вот здесь вот помню. Ну, прежде всего, вот эти аромат вкусов бисквитов моей бабушки, я помню, когда на кухне быстренько 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 быстренько. И вот мы сюда прибегали, спускались. Здесь вот был такой вот магазинчик. Вот сейчас желтенький либре. И покупали мороженое. И вот так вот лакомили с этим мороженым. Здесь ничего не было впереди. Вот наш зритель один писал, что я говорю, здесь работа, служил. Здесь был танкодром. Вот где вот вы сейчас вот смотрите, да, вот переди в магазин. Магнит. Здесь абсолютно ничего не было. Была пустота, была земля, рвы, болото. Абсолютно ничего не было. Здесь был танкодром. И там была, наверное, какая-то, соответственно, морисковая часть. И вот мы сюда тоже прибегали, смотрели, когда вот танки здесь вот носились. У них были какие-то там, ну, маневры учебные. Мы приезжали и смотрели, на велосипедах поднимались, смотрели на них. Нас даже потом сажали на эти танки. И вот так вот немножечко давали возможность посидеть. Да, ну, естественно, медленно он ездил уже без этих всплесков вот этой слякоть и этой воды. Медленно вот так нас вот катали. Это были военные. Это был, наверное, где-то 77-й, 78-й, 79-й годы. А по ночам здесь выли волки, может быть, шакалы. Потому что абсолютно была неосвоенная территория. Вот на этих корпусах вот все и заканчивалось. А потом уже внизу построили завод Мухьяни. Построили огромный микрорайон Мухьяни. Там потом появилась Мухьяни-2. Это уже частное такое поселение. В общем, это все очень, все это очень интересно. Если вот это все изучать, все это, если вот так вот анализировать, то получается очень и очень интересно. Вот сейчас давайте воспользуемся. Вот, это тоже новый корпус. Здесь тоже абсолютно ничего не было. Впервые вижу вот такое вот огромное. Вот вы знаете, что? Вот как раз мы вчера с Татой обсуждали вопросы, связанные вот с современной архитектурой. Вот эти балконы рядом, 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 рядом. По-моему, это какой-то кошмар. Знаете, вот всю жизнь эти люди... Это же не гостиница, да? Чтобы вот так вот рядом были бы эти балконы, тонкие стены. И эти люди всю жизнь обречены слышать и слушать друг друга. Это ужасный проект, я так думаю. Я не знаю, раньше вот посмотрите, вот старые корпуса, вот сейчас вот вы видите их в кадре. Там вот балкончики, они поотдали друг от друга. Вот вы видите, это так называемые чешские проекты. Балконы далеко друг от друга. То есть люди не живут друг в друге, понимаете? Они абсолютно вот так вот инвариантно друг от друга, вот эти вот балконы, посмотрите. И там издалека ты можешь там пообщаться. А вот так вот влезть в душу, это вообще кошмар, я считаю. Нельзя вот по этому гостиничному принципу строить дома. Потому что вот я недавно был в гостинице. Естественно, не Грузии за ее пределами. И так вот получилось. Ну, это многоэтажная шикарная гостиница, сеть Рэдисон. И в общем произошло следующее. Так меня уже расселили, что вот моя комната. Там окна вот так они открываются, чуть-чуть открываются. И сбоку уже окно какого-то другого номера. Не знаю, у меня никогда не было такого, что вот так вот притык в этой гостинице я бы остановился. И что вы думаете, дорогие друзья? Вот я... Там курить, естественно, запрещено. Но они там курились у окна. Там, видно, это не фиксировалось. Они пускали прямо это в окно. Они разговаривали. Ну, кому это понравится? Естественно, мне это совершенно не понравилось. Я взял в руки пульт дистанционный от телевизора, включил. Там на одном из каналов уже закончилась программа передач. Там у них был этот тон-то, вот эти цветные полосы, матрас на телевизионном языке. И вот этот звук я прибавил до конца. И через несколько секунд мои соседи, они исчезли. Они закрыли окно, затраяли и вообще больше признаков жизни не подавали. Но это еще ничего, когда ты там в гостинице на двое суток, на трое суток. А когда тебе жить нужно с такими... Ты же их не заткнешь на веки вечные, правильно? Ты же не заставишь им замолчать. Дорогие друзья, чтобы большое видео не получилось, я сейчас временно с вами попрощаюсь. И мы сделаем уже следующий ролик очень скоро. И из Бухьяни мы уже с вами поедем в Глдани и потом вниз в Овчало. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok